Ну что, Майя, прошу, начинай. Коллеги, здравствуйте. Позвольте мне представиться. Меня зовут Майя. Но вообще вы можете не запоминать эту фразу, потому что именно так начинается каждая часть нашего нового видеокурса. Видеокурса для вас, для тех, кто хочет привлечь к своему бизнесу внимание новых клиентов. Позвольте задать один вопрос. Поднимите руки те, кто не хочет зарабатывать больше. Все достаточно, Вадим? Вообще, на самом деле, я ожидала увидеть хоть какое-то количество рук, потому что наша внутренняя статистика говорит совершенно об обратном. В месяц в партнерскую программу вступает примерно 150 новых партнеров. То есть это компании, которые пытаются продавать разработку сайтов. Из них 15% не имеют своего сайта вообще. 45% имеют отвратительный сайт. И только 40% наших партнеров имеют хороший сайт. Вы только представьте себе. 60% наших партнеров пытаются продавать разработку сайтов без сайта, либо с плохо работающим ресурсом. Как они выживают, это просто загадка. Как вообще, в принципе, им удается просуществовать хотя бы пару месяцев. Это страшный секрет, который они передают из поколения в поколение. Но меня это не остановило. Я решила этот секрет выведать. Итак, год назад я выбрала для себя группу партнеров, состоящих из 600 компаний. Я со всеми с ними связалась, поговорила, пообщалась, выделила для себя группу, состоящую из 130 человек, которые сказали, да, Майя, у нас все плохо, помоги. Мы не знаем как, не знаем почему, готовы. Хорошо, не вопрос. В течение трех месяцев, июнь, июль, август, мы встречались, обсуждали совместно коммерческие предложения, составляли их для клиентов, искали вместе клиентов. Мы думали над ответами, как лучше ответить, как работать с возражениями, какие способы лучше использовать. В итоге, за три месяца эти 130 партнеров продали в сумме больше, чем на 3 миллиона рублей. И это только лицензии, я не говорю про услуги. Несмотря на это все, да, то есть как бы результат отличный, эти же партнеры просто в сравнении год назад за этот же период продавали суммарно меньше, чем на 10 тысяч рублей. Ну, математика у всех своя, каждый все, ну, каждый посчитает. Ну, в итоге суммарно они продали больше трех миллионов. Итак, что получается? Я спрашиваю, ребята, что вам мешало вот раньше заниматься тем же самым, по сути? Они говорят там, то времени не было, то желания. В итоге я выделила основные трудности, с которыми сталкивается партнер, точнее, как он их себе обосновывает. Незнание технической платформы. То есть менеджеры по продажам не знают всех возможностей программных продуктов 1S Bittrex. Как можно продавать то, что ты не знаешь? Полное неумение работать с возражениями. 80% партнеров, приходящих к нам в офис на прием входящих звонков от клиентов, то есть готовых, не знают, как обосновать, почему необходимо покупать разработку сайтов именно у них. Я уже молчу про ценообразование на проект. Отсутствие рекламной активности. Большинство студий рассчитывают на сарафанное радио. Они не проявляют никакой дополнительной активности. Отсутствие мотивации менеджеров по продажам. В большинстве студий нет мотивирующих схем. Да, конечно, круто платить оклад, но тогда вопрос, а зачем бегать и искать чего-то нового, зачем в принципе бегать. Кадровый голод. Большинство компаний, с которыми я встречалась, маленькие. Как правило, руководитель студии выполняет всю работу, начиная от поиска клиентов, заканчивая ведением и сопровождением проекта. В итоге выполнять что-то большее, естественно, нет времени. Отсутствие желания продавать. Мы не хотим. Нам достаточно. Ну как достаточно, говорила я, ну ведь можно больше, можно там самолет купить и так далее. Нет, нам достаточно. В итоге нормально все. Незнание возможностей партнерской программы. К сожалению, не знаю, как так получается, но большинство партнеров думают, что единственный инструмент по привлечению клиентов – это заявки на разработку сайтов. То есть они обрабатывают входящие заявки. На самом деле возможностей много, и они все бесплатные. Но почему-то вы их не используете. В итоге я решила создать систему. То есть систему, которая бы позволяла обучать ваших специалистов зарабатывать для вас. Мы готовы, и мы можем, и мы хотим. Вы не будете тратить свое время на обучение. То есть я это буду делать за вас. Мы можем учить даже новичков. То есть мы готовы принимать всех. То есть людей, которые, естественно, хотят научиться и хотят как-то развиваться. Но, оговорюсь сразу, я не предлагаю никакого волшебного средства. То есть это не волшебная палочка, которая взмахнул, и все, клиенты пошли сразу к вам. Нет. Придется работать, совместно трудиться. Но совместными усилиями мы сможем все. В итоге сам курс состоит из восьми видеоуроков. Собственный сайт. То есть я кратенько рассказываю о том, какие ошибки лучше не делать. Точнее, как избежать этих ошибок при составлении своего сайта для компаний. Портфолио как инструмент продаж. Я рассказываю, как искать клиентов для портфолио. Как сделать так, чтобы то портфолио, которое у вас есть, начало продавать. Реклама в студии. Рассказываю, в какие методы стоит вкладываться, какие стоит попробовать. Холодные звонки. Я рассказываю, как проходить барьер в виде секретаря. Показываю это на примерах. То есть есть целые скрипты, и мы проигрываем даже сценки. Выставки. Рассказываю о том, что не едиными звонками живы менеджеры. Что можно еще активничать с помощью выставок. Как и самостоятельно, так и арендовать, скажем так, стенд. Коммерческие предложения. То есть я показываю, даю вам примеры, как правильно составлять грамотное продающее коммерческое предложение. Работа с возражениями. Превращаем негатив в позитив. То есть как находить ответы на самые каверзные вопросы от клиентов. И партнерская программа. Я рассказываю о всех возможностях. При этом я даю возможность попробовать. То есть в процессе обучения мы все будем пробовать. Сам курс, то есть это видеокурс. В принципе, вам необходимо выделить только 30 минут в день для просмотра видео и на выполнение задания. Сам курс длится 2 месяца активной работы. Но при этом ваш менеджер не будет оторван от основной текущей работы. То есть в итоге вы получаете клиентов. То есть выполнение заданий правильно. Это ваши клиенты. Ну и хочу сказать так, что мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Мы собираемся развиваться и собираемся расширять учебную программу. Благодаря советам наших партнеров уже скомплектован список тем на следующие видео уроки. Мы не исключаем и ваше участие. То есть и в съемках, и как бы как в примерах. То есть не вопрос. Курс пока бесплатный. Так что я вас жду. Записывайтесь. Вообще, конечно, так здорово, что мы учим таким вещам. Давайте попробуем вопросики мои. Пока. А Сергей, может, найдет нам пример этого курса. Я хотел, чтобы он запустил какой-нибудь первый ролик там или вообще какой-то материал, чтобы показать, как вообще это выглядит. Работает? Да, все работает. Майя, здрасте. Здравствуйте, Екатерина. Вы говорили о том, что основной проблемой у всех является то, что продажники не знают, что они продают. Обычно это либо человек, который умеет классно продавать, либо человек, который не понимает, что такое битрикс, не знает, что такое сайт. Вот в ваших видеороликах я не увидела ни одного ролика, где бы вы рассказывали о том, что такое сайт, как его продавать. Да, Екатерина, на самом деле, когда создавался курс, я работала с партнерами, которые уже стали. Ну, то есть, так или иначе, они занимаются разработкой сайтов. В процессе уже обсуждения мы поняли, что необходимо говорить даже такие начальные вещи, что такое сайт, как он делается, то есть, вообще саму схему. Это входит уже в следующие видеоуроки, мы будем как бы возвращаться, но при этом уже исходить из того, что получили. Здесь я учу активности, то есть, я показываю, что… Ну, во-первых, знаете, естественно, будет онлайн-общение, будет общение, то есть, все ученики будут со мной связываться, так или иначе, я буду рассказывать. То есть, это не только онлайн-курс, это еще потом коммуникация. Это не так, что вот смотрите видео на самом деле, а потом я буду общаться, это форум. А у тебя будет потом тренинг по возражениям? Будет. Вообще, на самом деле, тема с возражениями – это удивительная часть, ты ее так аккуратно обозначила. Люди, в большинстве своем мы боимся возражений, а нужно изменить концепцию, прямо внутренне настроиться «возразите мне». У вас должен быть, во-первых, хороший понятный ответ, во-вторых, возражение – это готовность и желание вести диалог. И много раз в своем бизнесе вообще случались ситуации, когда ты идешь на встречу, в принципе, ты даже знаешь, что с той стороны у тебя они считают, что у тебя нет преимуществ. И ты выходишь с этой встречи победителем, потому что, во-первых, ты начал диалог, это очень хорошо. Наличие возражений – это готовность коммуницировать. Любое возражение – это возможность вас сказать, что вы лучше, правильнее. Я считаю, что принципиальный момент – это развернуть ситуацию в обратную сторону, научиться работать с возражением. Это, кстати, одна из ключевых и компетенций, и тренингов, которые проходят крупные компании, когда тренируют своих менеджеров, готовят их к продажам. Большие продукты всегда тяжело продаются, а все, что мы продаем, в принципе, это услуги, продукт, очень много непонятного, масса других вещей. Вот все выходит потихонечку и на бизнес, и на систематизацию. Вот один из курсов, чтобы вы и ваши продажники преодолели эту часть. Вот мы решаем задачу программиста взять, его отдали на обучение, вернули специалиста. Очень хотим достроить эти курсы, чтобы и так же продажников можно было. Отдал его на обучение, нового, возвращаешь себе готового, умеющего работать и готового вообще коммуницировать с клиентом, продавать этот тип продуктов. Майя, ко мне подходим. Вопрос такой, спасибо большое. Слушай, к вам кто-то приходил из партнеров, которые разрабатывают для маркетплейса? Да. Или только с... А, подходили, да? Я в курсе как раз такие про маркетплейс частично говорю. Понял, спасибо. Пожалуйста, вопрос. Компания IDF, пацанов Андрей, хотел узнать, а как записаться-то? Ко мне подходит. А у нас не будет никакой записи на сайте? Ну, я чуть-чуть не договорила. Я на самом деле не планирую собирать большие группы, да. То есть я хотела бы, допустим, собрали так 15-20 человек, да, запустили на тестирование. Я хотела бы, чтобы у каждого менеджера по продажам была возможность как-то презентовать себя, потренироваться. То есть не просто там массово, да, а вот дальше уже следующие группы. Ну, то есть количество мест ограничено. Сейчас, секундочку. Я хотел на самом деле подчеркнуть, что сейчас формат такого онлайн плюс очное обучение становится, во-первых, очень популярным, во-вторых, он в целом зарекомендовал себя. То есть это либо вебинар, либо видеокурс, на котором вы, тратя какое-то количество времени, получаете материал, усваиваете его, и после этого делаете задание, но задание не просто автоматизировано, оно подразумевает коммуникацию. И вот эта часть, она, по сути, по качеству обучения позволяет приравнять это все к реальному, живому обучению. То есть если бы человека вы отправили на курс, он прошел там несколько дней обучения и вернулся оттуда, сдав материалы. Этот формат эксплуатируется активно. Многие смотрели фотошколы, да, как вариант обучения. Алексей Саминский сейчас пробует и использует этот формат. Наше обучение разработчиков, оно частично, вот сейчас последний формат, он очень похож. И сейчас мы говорим о разработчиках таком, о продажниках. Валентин, у меня такой вопрос. Собственно, менеджер по продажам должен знать продукт, но на каком уровне? Он же не технический специалист. Как он будет ограничивать свои знания? Он не должен слишком глубоко знать, но он должен знать достаточно хорошо, чтобы понять требования клиента или как? Ну, на самом деле, вы хотите отправить технического специалиста. Я правильно вас поняла? Он же должен уметь продавать. Он совмещает частично. Он должен понять техническое задание, которое ему приходит. Да, естественно. Он понимает, у него есть картинка и понимание того, что требует клиент. Естественно, я не говорю о сложных каких-то там решениях, внедрениях, где на встрече присутствуют и технические специалисты обязательно. Я имею в виду курсы, которые он должен проходить по битриксу. То есть администратор базовый, например, контент менеджер, он же должен это как бы… Да, он должен… Должна быть картинка, должно быть общее понимание, что за система и вообще для чего и для какого сайта она подходит. Еще вопрос. Майя, можно вопрос? Очень интересная тема. Я уже 14-й год пошел, как этим занимаюсь, очень все это интересно. Пункт работы с возражениями. Работа с возражениями – это всегда личное общение. Ну, 90%. То есть у меня был такой случай, когда я в течение дня приезжал к двум разным клиентам и встречался на выходе уже с моим конкурентом. В один день причем, да? То есть кто себя продал лучше на встрече, тот по большому счету так и дальше работает. Это вопрос. Вопрос, будут ли личные тренинги, когда к вам, например, приходит менеджер, а вы ему возражаете и он с ним борется? Соревнования с конкурентами надо устраивать. У меня на самом деле в курсе по работе с возражениями и коммерческими предложениями придумана такая схема. То есть студии, партнеры, которые участвуют в данном курсе, составляют грамотное коммерческое предложение, просмотрев видео, а потом пытаются убедить, точнее продать другому партнеру свои услуги. Тем самым те и другие учатся на том, кто что отвечает и сами учатся на своих же ошибках. Берут какие-то идеи, кто как продал. То есть, естественно, я в этом процессе также участвую. То есть я говорю свои комментарии той и другой стороне. А то, что вы встали на сторону клиента, вдруг вы оказались, ну вот теперь клиент, и вы возражаете этой услуге, это меняет вашу точку зрения и понимание зачастую того, почему он вообще думает так, чего он боится и как он вообще принимает решения. Я, кстати, вот пока мы обсуждали, я подумал, а может нам сделать учебный курс по интернет-магазину? Ну такой вот набор видеоматериалов. Вы, например, клиентов, чтобы могли учить, а потом проводить с ними тренинг-тест. Наверное, было бы интересно. Клиенты-то будут все хотеть учиться онлайну, обработке заказов, другим вещам. Вопросы к Мэй? Тогда не забывайте записываться. Спасибо большое, Май, за этот курс.